Добрый день, веселая минутка, с вами Дмитрий Гусев, сайт pomedom.ru Я выращиваю свои семена, огромную коллекцию, очень интересную, вдохновляющую всех, да? На своих всего лишь на всего шести сотках и продаю их через свой сайт pomedom.ru Заходите к нам на сайт, покупайте наши семена. Сегодня у нас очередная польза будет для садоводов, огородников. Очень важный элемент это защита от заморозков, защита от сильных заморозков, тем более ранней весной. Да, кстати говоря, если вас эта тема интересует, обязательно подписывайтесь, потому что много подписчиков у нас смотрит, но и много неподписанных. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на канал, мы здесь приносим пользу для вас. Вот мы переносим сейчас рассаду сюда, здесь накрыто, и внутри под таким же столом, вот стол, да, там доска, у нас стоит там обогреватель. То есть вот здесь у нас все греет, там рассада, сейчас у нас холодно, холодно, где-то около 10, наверное, внутри теплицы, солнца нет. И там стоит терморегулятор, так называемый, вот он включен. И он сейчас там в дневном режиме поддерживает градусов 20. Вот видите, 20 градусов, ну мигает, 20,5. И когда она опускается ниже, обогреватель включается там. Особенно это важно для тех, у кого маленькая теплица, уже высадили, может быть, даже рассаду или выставили по ночам. То есть ночью выбегать или как-то там включать заранее, это лишняя трата денег на электроэнергию, потому что обогреватели, они берут огромное количество энергии, а кто-то даже уезжает, может быть, с дачи, да, в город. Вот, если вы поставите терморегулятор туда, то, например, как только опустится температура, например, до 5 градусов тепла, у вас автоматически, как вы выставили, включится обогреватель в теплице, и от заморозков вы будете защищены. Именно в ту ночь, в которую это нужно. И он не будет включаться, если у вас там температура там выше 5, там 5, 10 и так далее, да. Значит, я для себя купил. Это, естественно, не реклама, потому что датчиков таких громадная куча продается. Они не очень дешевые, но должно их хватить и на много лет. У меня некоторые работают уже по 5 лет, датчики. Но вот я себе купил новый, потому что мне нужны сейчас новые, и заодно вам показать. Это называется терморегулятор вот такого вида. Он вставляется, это переносной терморегулятор. То есть, если у кого-то основательные такие теплицы, там, естественно, вся электроника стоит, и ничего там не нужно, как бы, приспосабливать, да. У нас же в обычных теплицах этого нет, и тем более в таком вот импровизированном, да, утеплении для рассады сейчас. Даже могу показать, какая у нас здесь рассада. Здесь у нас перцы, и всё-всё-всё, сейчас покажу. Вот, видите. Всё хорошо. Ночью здесь тепло, я на ночь устанавливаю плюс 15, вот, и ночью здесь очень хорошо. Всё это тоже работает. Так. Как он устроен, как он работает? Есть источник энергии, да, розетка 220, там вот она тоже так же стоит. Этот термодатчик, терморегулятор, вставляется в эту розетку, и он показывает внешнюю температуру. Сейчас здесь 9,9 градусов, ну, около 10, да, вот 10 сейчас показал. И у него есть выносной датчик температуры. Вот он висит. Этот датчик температуры, так называемый термопара, она измеряет температуру в заданном месте, где её нужно регулировать, передаёт показания сюда, да, на сам датчик. И он либо включается, либо выключается. Сейчас у меня здесь, видите, красненькая лампочка горит, значит, он включённый. То есть, он у меня настроен. Сейчас я вам покажу. Он у меня настроен. Сейчас, если переключать надо. Вот, на 15 градусов он у меня настроен. Мигает, но видно, что 15. Вот, я делаю сейчас, это у нас рассада уже выставлена. Сейчас я делаю второй такой же стол, и тоже будем сюда выносить рассаду. И теперь просто вот обогреватель конвекционный, да, у меня небольшой, на 500 ватт его хватает. Вот, я просто включаю, я просто беру, да, провод, провод от этого обогревателя и включаю его сюда. Всё. У меня теперь включен обогреватель. Как только температура на вот этом датчике, который там висит, поднимется до 15 градусов, он выключится. И при падении на 1 градус, он опять включится. И он будет поддерживать между 14 градусов и 15. Вот в этом объёме, да, в этом объёме, куда я его поставлю. Но я его буду ставить вот туда, вниз, под этот стол. То есть, он там будет обогревать весь этот стол. Температура будет и корней, и самой рассады очень хорошая, да, как раз, которая нужна нам ночью. То есть, я на ночь для перцев не ниже 10 должно быть. В среднем ставлю 15. Потому что если 10 будет, они очень потом плохо будут, так скажем, отходить от этой температуры долго. Иногда до месяца бывает задержка в развитии у перца, если опускается на долгое время, температура ниже 10. Так, какой я купил? Это вот терморегулятор. Можете набрать его в интернете, в поиске. Огромное количество фирм его продаёт. Digitop TP1 называется. Вот тут какой-то знак качества стоит. Регуляция от минус 55 до 125. То есть, его даже в морозильной камере можно, ну, так скажем, на охлаждение его ставить. Да, если у вас есть какой-то охладительный прибор. Например, если у вас кондиционер висит, да, то если температура выше поднимается, да, он включает кондиционер. Ниже заданного уровня кондиционер отключается. То есть, и кондиционирование даже. Эти терморегуляторы, они очень хороши, например, в хранилищах, в погребах, в подполах где-то, если вы храните. Если у вас, например, зимой температура опустилась там до минус буквально, он взял, автоматически подогрел, поставили его, например, на плюс 4, он вам тоже сохранит овощи от замораживания. Мы, например, часть овощей храним в курятнике, и там у нас тоже терморегулятор таким образом сохраняет нам овощи, не замёрзшими, так скажем, да. Вот, и экономит, очень сильно экономит электроэнергию. То есть, не как-то там на всю, да, на всякий случай включаем и оставляем его, он там жарит, нет. Он нам даёт чёткую градацию температур. На самих этих обогревателях тоже есть вот такой вот небольшой, да, терморегулятор, но он очень грубый, не всегда срабатывает, то есть, можно всё равно заморозить с ним, да. И его регулировать очень трудно именно по той температуре, которая вам нужна. То есть, это очень сложный. И он даёт температуру рядом с этим обогревателем. То есть, у него никаких, естественно, выносных датчиков, то есть, где-то мерить эту температуру нет, к сожалению. Так что вот это будет очень славное, очень нужное приобретение для вашего огорода. Такая вот штучка в розетку включается, да, сюда обогреватель. И здесь вот этот проводочек с выносным датчиком. Вот он идёт туда. Куда этот датчик поставите, там температуру он и будет регулировать. Ну вот, такой нехитрый прибор, а помощи от него. Ну, как бы, живём в современном мире, и такие всякие вещи, они очень помогают. И экономить деньги, электроэнергию экономить. И быть спокойным за свои растения, что они не замёрзнут, а в хранилищах где-то тоже, как бы, будет температура ровная. Ну и для кондиционеров. Подписывайтесь на канал, заходите к нам на сайт pomidom.ru, вдохновляйтесь. Покупайте наши семена. Стараемся для вас, что сами когда-то опытом приобрели, и передать другому поколению. И сейчас у нас очень много, по 2-3 тысячи за день смотрят людей, садовников наши видео. Представляете, сколько распространяется нужной информации. Я очень-очень этому рад. С вами был Дмитрий Гусев, сайт pomidom.ru. Заходите к нам на сайт, покупайте наши семена. До свидания.